Как я сказала, я по профессии биологи каждый год после первого курса нас отправляют на полевую практику. Мы три недели жили в диких условиях, в палатках вдоль реки Ильи, это чуть дальше Копчегая. И чтобы вы понимали, три недели без интернета, без сотовой связи, абсолютно без ничего. И ты просто остаешься один на один с самим собой, со своими мыслями. Я подумала, наверное, у каждого из нас дома есть хотя бы одна уже причитанная книга, которая просто так стоит, на полке пылится. И я подумала, что если эти книги начать упаковывать на обертке, не указывая ни автора, ни названия, только то, о чем эта книга. Ну и продавать по приемлемым ценам в разных университетах или торговых центрах. После того, как человек покупает эту книгу на вырученные деньги, я долго думала, куда бы можно их направить так, чтобы помощь была очень эффективной и весомой. Я решила поддерживать анкобольных детей. Волонтерский состав у нас общественного фонда Лига волонтеров, то есть они наши партнеры по реализации проекта. У нас на проект было задействовано около 150 волонтеров в целом. Вначале планировали собирать книги, то есть поставить специальные боксы в разных университетах, в торговых центрах, чтобы люди приносились и ложили в эти боксы свои уже прочитанные книги. Но вскоре мы решили, что этот процесс довольно-таки долгий и решили сами пойти к людям. Здравствуйте. Прошу прощения за беспокойство. Меня зовут Алтанай. Я являюсь автором социально-благотворительного проекта «Книгу за жизнь». Проект заключается в том, что мы собираем уже прочитанные книги у граждан города Алматы. Затем их упаковываем в непрозрачную бумагу и продаем их на ярмарках. А вырученные деньги мы отправляем на благотворительность, а именно на поддержку анкобольных детей. Хотели бы узнать, есть ли у вас дома книжки, которые вы уже не читаете, возможно. Хотели бы пожертвовать на благие дела. Мы прошлись по жилым домам на Гоголя Байтерцинова и просто встречались в двери людям и говорили, вот у нас такой-то, такой-то проект, такая вот идея, собранная сумма пойдет на благотворительность. И многие люди поддерживали и действительно просто жертвовали нам книжки свои, уже прочитанные. И за один день мы собрали 273 книжек. Это же с ума запомнилось. Именно количество книг запомнилось, потому что я, честно, не верила. После процесса сбора книг мы все книги приносим в офис и начинаем их сортировать по жанрам. И дальше уже идет процесс упаковки. Также мы клеим наклеечку, какого жанра книга и описание. В начале проекта, когда были трудности, когда волонтеры... Я никак не могла собрать волонтеров, никак не могла их замотивировать. Ну, не было у меня гейдерских качеств в начале. И тогда мне хотелось действительно опустить руки и просто забить на проект. Потому что я даже помню, как пришла домой и просто подошла к маме, начала плакать прям и хотела, ну, сказала, «Мам, я не хочу уже заниматься этим проектом». И тогда мама сказала, ну, вот, мама тогда сыграла прям такую очень важную роль. Ну, сказала, раз начала, тебе нужно это закончить. Извините. Раз начала, раз взяла, сколько уже людей, да, уже наслышанных в твоем проекте. И раз ты начала, нужно закончить, нужно делать все до конца. И если действительно я сама сейчас поверю в проект и буду делиться вот этим, этой верой с другими людьми, другие тоже поверят, и проект действительно получится. И так и произошло. То есть, как я вот ранее сказала, проект начал реализовываться в марте 2019 года. С марта по июль месяц мы успели продать 1444 книжек, устроили 13 ярмарок в двух городах, это в Алмате и в Шамкенте. И по сумме у нас собралось 1 миллион тенге. Совместно с фондом Здоровая Азия построили игровую комнату. Она служит как более развивающая, наверное, да, обучательная комната для детей, которые болеют онкологией и также неврологией. То есть там работают психологи, логопеды. И во время лечения, чтобы время ребенка проходило тоже полезно, чтобы он не просто лечился, но и параллельно еще развивался. На данный момент проект полностью приостановлен, так как мы не сможем, мы не можем проводить ни процесс упаковки, ни процесс продажи, потому что в связи с карантином в стране и во всем мире данный процесс считается рисковым. Зачем людям заниматься волонтерством? Потому что, когда ты занимаешься волонтерством, то в тебе начинает появляться больше энергии добра, больше светлой и положительной энергии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»